приветик вы по мне скучали скучали к сожалению так получается что нехорошо было вы мне пишите что оля что-то ты последнее время частенько болеешь до были у меня простуды а кроме этого у меня мигрени женщины мои дорогие мои хорошие вы знаете прекрасно очень много из нас страдаем этой мигренью так что все понятно бывает она в легкой форме бывают более тяжелой бывает держится два-три дня бывает больше вот сейчас была не в легкой форме и держалась много дней вот сейчас мне намного лучше я ослабла очень слабая голова кругом ходит там сил нет вот ну знаете да после этого как выжатый лимон вот я так себя ощущаю и ну слава богу прошло настроение появилось потому что настроение портится и все когда нам не хорошо вот я перед тем как значит ну голова у меня болела но я все равно делала дела свои снимала кадры разные для влога и не только для влога вот ну когда мне уже совсем плохо стало конечно я больше не снимала потом местами когда мне становилось лучше значит я кое-что еще засняла так что в общем есть что вам показать вот и что я хотела сказать последнее так получилось извиняюсь я шуикаю кай так получилось что последние недели я показываю только влоги на предыдущих неделях что было да я чуть-чуть простыла еще что-то было сейчас не помню да вот получилось как-то подряд мне как-то не очень было хорошо у меня в телефоне записано разное показывать конечно снимать цветущие катусы мне пришла посылочка я засняла просто не все до конца заснято заснял засняла то что какую-то часть а чтобы довести видео до конца надо еще кое-что доснять чтоб потом смонтировать показать а так бы я смонтировала показала вот в общем не хочу обещать но постараюсь на этой неделе в общем показать кроме значит влога еще один-два видео точно сериал конечно же снимается еще с мая началась значит снимки цветущих кактусов так что будет у меня есть что показывать каждую неделю просто вот не получается вот самое главное заснято вот такие вот дела смотрите влог пишите комментарии мы оденула что-то испугалась что-то резко кто-то видела а наверно эти прыгают кузич вот что я говорила значит смотрите влог пишите комментарии если вам нравится мои видео ставьте лайки и желаю вам всем здоровья особенно вам женщины я знаю что как я как у меня многих из вас тоже страдаете мигренью какой бы форма она не было это мучительно это нелегко так что нам только здоровье потому что у нас у женщин очень много разные болит такие вот мы что поделать нам нелегко но мы держимся мы сильные вот и всегда надеемся только на лучшее так вы смотрите а я кое-что кое-что поделаю кое-что ну бывает я говорю кое-что а делаю потом кучу дел сейчас я себе не позволяю много делать потому что надо еще чуть-чуть за собой следить потому что еще состояние не совсем не крепло совсем вот ведь этот вечерок такой приятный сегодня понедельник и вчера воскресенье значит вечер прохладненький такой знаете чуточку прохладненько хорошо приятно сидеть а до этого сколько неделю больше вечера жаркие душные невозможно было вот выйти на улицу вечером как вот охота выйти да стемнеет и чтоб знаете была какая-то прохлада вздохнуть вот так вот вот эту прохладу чистый воздух не было такого была духота что открывала дверь хотела выйти на улицу вздохнуть закрывала и назад в дом под кондиционер вот когда еще плохо знаете не переносишь жару и вот два вечера прохладненько хорошо прям ну прелесть вот так вот можно сидеть прям до утра когда солнце выйдет ну спать надо же ночью а так можно много чего делать можно наслаждаться вот этой вот приятной прохладой которую которая днем теперь ее долго долго не будет после сентября в общем месяц приближается к концу когда он пролетел я вообще не поняла вообще и обычно июнь именно июнь всегда ли пролетает и у меня лично пролетает сейчас вам скажу какие месяца сильно январь когда вот ждешь ждешь праздники приходит 31 до меняется год вот этот январь летит когда приходит февраль не понимали также когда переходим с весны на лето значит как там а еще ничего июнь обычно пролетает и точно так же для меня каждый год это сентябрь когда меняется опять вот с лета мы переходим на на осень сентября опять пролетает вот не знаю так вот июнь пролетел я ничего не поняла и из-за того и из того что я планировала сделать за июнь я еще ничего не сделала ну ладно это за того что у меня было нехорошо ну все заболталась я долго я не болтала а мне нравится с вами поболтать вот ну просто не получается смотрите пишите комментарии если вам нравится ставьте лайки желаю вам тонко всего хорошего самое главное здоровья особенно вам женщины здоровья сильного сильного крепкого крепкого и конечно же хорошего настроения начну вам с красоты не моей а лиандр огромный и камсис ли она о вот так хорошо что есть деревья и создают нам тень ну срезают конечно же очень много срезают ой особенно последнее время последние года в греции срезают деревья везде что такое всем мешают промыть и деревья все боятся что пойдут на кого-то на дома там на машины ну понятно это всегда может произойти но что теперь все надо срезать и будет один бетон нет так нельзя в общем школьники вон выращиваются у них сейчас экзамены а я иду домой наконец-то я была у нас еще нахожусь у нас в селе по делам предыдущую неделю вообще никуда не выходила за жары сегодня тоже жарко но не так сильно на несколько градусов меньше иду иду смотреть что я увидела какая красота глади волос как красивый смотрите красота ну что я дальше топаю домой какая жара вот с этого места уже сильно жарко не знаю сколько градусов сегодня смотрела ну жара хорошая смотрите уже выгорели листики зелени мало в общем вот так вот так сейчас покажусь вот она я красавица защищенная только без защитного крема быстро вышла и торопилась и нанесла вот ну что да ара жара жара я не о чем сказать она меня мучает ух на море надо не знаю когда возьмемся и пойдем вообще не тянет честно говоря вообще вот ну надо пойти ножки намочить и сразу потянет а может остановлюсь на на том месте где ножки намочить и все в общем не топать сейчас пожаре ой как неохота ну что делать приду домой приму душ как всегда потому что я с первым потом душ принимают пока дойду потом в общем уже не потом чистой водой так что-то перекусить и отдыхать меня ждут мои за киде они сейчас жарко они любят в доме в прохладе такие вот ждут меня сейчас и дождутся первые будут забегать в дом и разлягутся такие кайф называется устали как собаки мои устают от лежачки ну все на сегодня понедельник наверное я больше ничего не буду снимать у меня отдых потому что я легла 5 утра где-то так представляете еще и ночная смена вот так ну вот что красиво вижу показываю смотрите ну сухо да вокруг все трава сухая только оливковые деревья и вот эти вот что желтыми цветочками это вот эти деревья как они сюда попали как они выросли я не знаю потому что они не ну не не с нашей природы скажем вот как-то попали давайте посмотрим на цветочки поближе очень красивые я даже семена кое-кому посылала люди искали такие вот я в группе записано разные и вот люди ищут какие-то растения не находят вот я послала семена мужчине вот такие вот показывала конечно показываю почти каждый год это все показываю ну есть и новенькие зрители вот но интересно даже без листьев просто такие ветки изогнутые каждый год в общем крупнее и крупнее интересное дерево а когда маленькая может можно сказать не очень вот когда она уже разрастется до интересное но все больше нечего показывать мамочка пришла новичка пришла да эти моя девочка ну что мы что ну что нюхай нюхай да ну что моя хорошая пошли 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 в дом джак ты не прибежишь мой хороший жарко ему ему трудно у него у него как у него шерсть ну не шерсть хотела сказать а гуна как это слово шуба вот у него шубка пошли 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 беги беги давай 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 девочка девочка давай вот тоже уже там тут наверное и не уходил тут это код девочка моя моя хорошая давай посмотрим температуру что такое смотришь ждешь да так посмотрела в тени 32 ну значит на солнце выше 35 я думаю вот так идет идет худоба идет сама худоба вы не начинайте не начинайте сейчас сейчас я вас буду кормить подождите подождите так так у меня кое-что появилось у меня произошел обмен изначально на вот это вот растение вот такой вот кактусик у него очень красивый цветок это хильдевельдера так я вставлю фото покажу вам цветочек смотрите название примерно и может точно я не знаю сейчас что она иду ой 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 у него там есть корешки ну маленькие так в общем надо будет его в получше горшочек и земельку вот так их прислали завернутые и вот еще один в подарок такой же маленький так вот такой вот такая вот гастеролое вот много дней я не попадала на почту не могла забрать все равно хорошем состоянии ничего с ними не произошло вот тут у него и детка еще одна вот так и вот такое честно говоря я не помню что там точно был обмен какой надо посмотреть так вот это мне тоже фото прислала сказала вот такой цветочек будет красивый ну смотрите вот две вот такой кажется не все что из того что мне предлагалось у меня было и только вот я я вот это хотела она мне там сказала женщина но предлагала там возьми еще что-то там еще потому что от меня она хотела чуть-чуть больше ну у меня я не меняю всегда знаете обязательно вот там скажем 5 на 5 нет нет если что-то понравится город вот это вот это все если кто-то что-то хочет вложить подарок влаживает а нет нет вот я главное получила то что хотела вот вот этот вот хотела мне что-то такое наподобие есть но он все таки другой вот хороший такой я приведу в порядок посажу в общем вот так обмены конечно у меня продолжаются и покупочки продолжаются это тоже красивый будет интересненький люблю люблю вот такие вот у меня в общем новиночки ну давайте смотреть далее середина недели жарко 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 очень жарко запыхалась вышла посмотреть на цветочки что цветет что пофотографировать и снимать вот он цветет начал цвести и наконец-таки такой сейчас аккуратненький опрятненький кустик но потом становится ужасный розочка пути молодчинка бедненькая кокос сделать чтобы были все такие хорошие и не мутились это цветет это цветет ужасно смотреть сколько цветочек сколько цвета прям 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 а тут уже все осыпалось потому что обед очень жарко и уже осыпается в обед кто-то ходить день улла прошла она везде где я пойдем сейчас на камни посмотрим а вот они и канны у нас ветер и вчера и сегодня смотрите новые раскрытые цветочки уже побитые конечно и от жары они вялые они же нежнейшие тоненькие такие и ветер вот а вот этот что повалил вот она продолжает свести так вот он и поваленный я его и не привязываю не имеет значения все равно скинет вот бедняга вот так так пусть и будет что теперь поделать до длинула моя ой как хорошо выйти что-нибудь сделать но долго невозможно оставаться тут прям сильно жарко так светецки цветочки и тоже однако она царит смотреть она сегодня открылась и нежные как тряпочки мой видите как жалко так не кто-то там писали не помню имя извиняюсь штуканы вашей у вас на родине каны росли высокие высокие вы мне писали так понимаю в украине это да вот и я вам ответила конечно в комментарии но сейчас так и для всех чтоб услышали вот это вот моя кана видите да какой рост ну она мне сейчас я вам скажу на мне по груди а я метр сколько я метр пятьдесят шесть метр пятьдесят шесть ну вот примерно да какие они метр там и чуть-чуть у папы такие же канны желтые вот эти вот мои что я ему давала они ему конечно в таком месте там утром солнце много земли каждый год папа туда подсыпает много как его о в общем коровью какашки ой как они там называются не вспомню потому что у них там поблизости коровник и вот эти все что чистю там как его очищают оставляют там вот есть участок и в округе кто живет идет и берет значит сколько хочет когда хочет этот навоз вот навоз вот так и папа конечно же и он когда вот берет навоз когда приходит время он много везде сыпет прям слой вот так вот ну бывало с горами его растения было не хороший не хорошо перегоревший навоз вот что хочу сказать значит он каждый год подсыпает и много навозу и еще там держится влажность еще плюс значит там не не сильно такое в солнце они там в два раза выше они вот два раза выше я вам показывала даже когда-то на каких-то видео очень высокий так что есть высокие сорта есть низкие есть средние когда мне спрашивают какой у тебя это сорт я говорю я у меня он такой у него скажем этот рост если он будет смотря в каком месте посажены какая ему предоставится земля он этот может быть высокий вот ниже не бывает а выше бывает в горшке у меня в городе тоже росли вот как вот видите как вот тут рост такой же был и в горшке выше они у меня не становились вот кстати в горшке тоже неплохо растет и неплохо цветет вот тут тоже немного земли так что это примерно как вот в горшке так вот они себя чувствуют и здесь вот вот этот оранжевый очень высокий вытянулся в том году не был такой высок в этом году он повыше набрался силы в общем стал повыше значит тоже высокорослый вот и просто надо правильное место вот так знаю жаль что с нами с людьми не так а топ меня тоже удобряли побольше в другое место посадили и я бы была высока как мой муж они коротышка все вы уже цвели несколько дней и все ну жарко очень жарко так я вот это всегда называю каланхое это котеледон это котеледон вот забываю потому что раньше все это было каланхое меняют им категории блин ладно так у его тут что уже цветочек мало вижу отцветают но там собираются новенькие вот сейчас такой промежуточек сейчас уже цветение почти завершается лучше его сейчас подстричь потому что потом все вот уже начали созревать плоды семена значит лучше его подрезать а то до конца сезона он будет сейчас вот тут освободила еще и место вообще вымахает он может такое сделать в общем ну вот болтаю кое-что вам показываю давайте еще что-то покажу чуточку добралась до этого места тоже чистила вот с этой стороны все почистила с той стороны еще кое-что надо ну надо подрезать в общем тут еще надо подрезать вот эти вот которые листья видите прям лежат такие согнутые все надо подрезать тут алой надо привести в порядок вот этот надо выдернуть кактусом да давно уже не растет ничего с ним в общем наверное эту не буду пока трогать потому что она внизу оголенные у нее ветки а вверху вся зелень мы посмотрим в общем чуть-чуть привести в порядок это место и его вот смотрите вот значит для тех кто видели только на картинках или не знаю где глубоку вот он у нас это обычное растение у многих она есть вот я помню когда в грецию мы приехали в первой квартире где мы жили там вот на нашей улице помню почти в каждом доме был и вот этот и камсис и что еще жасмин вот такие вот растения в общем были у всех вот так что для и я его насмотрелась что у меня не удивляет но я хотела своем саду такое вот только знаете что плохо если вот тут внизу оставлять ветки и они будут свести после оцветания вот эти вот штучки смотрите вот эти штучки видите вот они цепляются на одежду ну ладно с нас как-то их легко с этот отряхнуть и они такие липкие как липучки у них там как крючки такие вот они цепляются и этот закули вот тут если бегает вот на него если зацепятся все потом не вытащишь ну как не вытащишь вытащишь но мы в общем надо тянуть среди волос значит надо вытягивать вот эти он не поддается ему не нравится это все и так что я стараюсь обрезать ну все равно они падают цепятся и но тут хорошо что тут редко в общем лазит она тут сейчас больше лазит ну вот такое вот такое есть а так ничего ведь он дал очень много вот прироста по-хорошему вот это вот отряда срезать они на концах будут свести ну они потом ответ отвисают от тяжелет отвиснуть сильно так что где есть бутоны оставляем а где нет бутоны нужно срезать вот и пусть дает боковые побеги и будет свести на боковых вот видите идет идет длинная ветка и вот тут на конце только вот у него вот он бутон не знаю если видно мне слепит солнце вам скорее всего видно а с другой стороны ой там столько цветов я выйду один день покажу там столько цветов те любуются больше те оттуда во кто проезжает любуется больше лубагу вот вот так вот в общем но он еще тот агрессор агрессор как он не расползается внизу нет вот ну нарастает очень много ползет его надо постоянно сдерживать в росте очень сильно а так самосевом чтобы он вырастал такой нет у него не самосев из семян не сыпется не не дает снизу побеги это хорошо вот просто надо постоянно стрижку принципе как и мы люди мой муж раз месяц ему мало стричься ему надо чаще так этому растение вот сравнила да вот так ну все посмотрели а розовенький отцвел у меня в горшке он еще слабенький он не будет много цвести как я его посажу в землю конечно разрастется он будет цвести больше мои хорошие тоже такие нежные нежные но знаете что хорошо с этим растением что я его очень редко поливаю раз в неделю его всего поливаю первое время когда его посадила он этот как сказать ну вял легко как-то не каждый день но через два-три дня надо было его поливать хотя видите у растений у кого тоненькие листики они вянут да и у него очень тоненькие мелкие он не вянет так легко нет а сейчас он практически и без воды даже есть заброшенные вот такие вот участки посаженные они растут все нормально вот эти вот лубагу без воды удивительно вот так ну все я иду отдыхать день и жарко моя девочка жарко 35 градусов тени суббота обед вышла чуточку посмотреть там что у меня цветет заснять ой мамочки дышать трудно и это я еще в тени стою так вспомню что тут было ничего скорее всего не было на участке ни единого дерева это было ужас просто сейчас очень много тени еще будет со временем еще разрастутся кое-какие деревья будет еще лучше он пальма уже сколько создает тени вот тут там нам теперь осталось там был у нас тень нет ничего создадим и там хоть очень-очень жарко все так чуточку показала цикады цикады ой 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 они вылуплялись буквально на полторы недели назад я замечала везде на каждой травинке на каждое растение они меняют они несколько стадий у них они меняют в общем как сказать шкуру ну тело покидают выходят другие потом с другого тела в другое в общем вот эти вот засушенные везде штукенции и вот вылупились торопились до вылупились жара и начали и теперь в общем до сентября еще будем их слышать вот такие вот дела все там шарится на солнце но что сделать куда все спрятать спрятать никуда где внутри в беседке вообще вот едва ужас что там с ними приведу в порядок и их никуда все прятать это надо что-то делать что-то решать надо многого чего избавляться но надеюсь избавлюсь потихонечку сейчас жарко уже не покупают растения конечно не хочет жару люди и вообще уезжают этот запуска не хотят заниматься растениями то что есть думают кто будет поливать у нас без поливов они надолго не выдержат в общем вот так вот все